Если войска путинские останутся в Беларуси после завершения так называемых вот этих вот маневров или как они там, учения, которые наметили незаконный белорусский диктатор Лукашенко с московским диктатором Путиным в Беларуси, то это можно расценивать как оккупацию страны. Такое заявление сделали 75 евродепутатов абсолютно от различных европейских стран. И они заметили, что, заметили то, о чем мы уже с вами говорили, что прикрываясь мнимой агрессией в Украину, точнее, ну как мнимой, Россия напала на Украину в 2014 году, но в этом году вряд ли она полезет дальше, просто потому что, ну руки короткие, я уже объяснял тысячу раз, почему Россия не полезет дальше в Украину, просто потому что у нее нет сил, у Путина нет сил для этого не завоевать и самое главное удержать, не то, не то, нет возможности, а то к армию похоронить, он на это не пойдет. Так вот, но, 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 прикрываясь вот этой угрозой Украине, Путин запросто может оккупировать Беларусь и, собственно говоря, он уже посадил там своего гауляйтера по фамилии Грызлов, который и решает теперь в Беларуси все вопросы. Лукашенко осталась роль крутителя хвоста и шаку, знаете, это единственное, что он может делать на сегодняшний день. Он никто и ничто в собственной стране, если можно назвать ее собственной. Но беларусам наплевать на душевное терзание бывшего диктатора, который стал теперь посмешищем и вообще не самостоятельным лицом и вообще потерял всякую субъектность. Он теперь объект. Так вот, к большому сожалению, мы можем стать свидетелями того, что Беларусь будет оккупирована. Будет оккупирована, де-факто она уже оккупирована путлеровцами. И вот как раз евродепутаты сейчас процитируют. Любое дипломатическое решение по сдерживанию возможной российской агрессии против Украины должно включать и независимое, и демократическое будущее Беларуси, а не происходить его ценой. То есть это абсолютно понятно, да. Тут не дать, не добавить, не убавить. Нельзя продавать диктатору Беларусь, допустим, говорить, ну ладно, да, Беларусь твоя, забирай. Ну зато ты не полезешь в Украину. Он и так в Украину не полезет, у него лезть нечем, руки коротки. Зачем ему отдавать при этом Беларусь? Это идиотизм. Нельзя ему ее отдавать. К большому сожалению, видите, почему вот весь мир так стал, собственно говоря, на защиту Украину и как-то так вот за Беларусь забывают. Все довольно просто, в этом виновата только руководство Беларуси, так называемое. Если Украина на каждом шагу кричит, что мы идем в НАТО, что мы воюем с Россией, что у нас Россия, война с 14-го года, что Россия наш враг, а она действительно наш враг. И вот это все изо дня в день, изо дня в день, это кропотливая работа. Весь наш МИД нацелен на то, что Россия враг. И что мы противостоим, мы закрываем собой всю Европу. То белорусский МИД делает все наоборот. Чего же удивляться, что их никто не хочет спасать? Они говорят, что мы с Россией один народ. Они говорят, что мы с Россией одно союзное государство. Ну а хрена вас тогда спасать, если вы одно государство. Вы понимаете? Хорошо, что есть люди, которые просто понимают, что даже самой Европе невыгодно увеличение, так сказать, пространства Большого ГУЛАГа или Большого кладбища, которым является Россией. Уже у них есть там сколько-то миллионов квадратных километров. Пускай довольствуются всем. Зачем еще превратить в кладбище еще и Беларусь? То есть, соответственно, хорошо, что есть депутаты, которые понимают, что этого всего делать нельзя, что этого нельзя допустить. Но в общем и целом, конечно, вот эта нынешняя крайняя степень опасности, нависшая над Беларусью, она исключительно результат работы вот этого белорусского агрофюрера, который ради того, чтобы остаться формально в, так сказать, должности, которая уже не решает ничего, поскольку, я же говорю, его роль сейчас только крутить хвост и шагу, он готов продать и белорусов, и белорусок, и родину, и березки, и все на свете Путлеру и его бандитам. Субтитры создавал DimaTorzok